Проект «Новые лица» идет полным ходом. Сегодня наших участников ждет новая проверка домашнего задания. Оно состояло в том, чтобы найти самые интересные и актуальные для области темы, а также интересных для наших зрителей гостей. Мы с вами обсуждаем ваши темы, ваших гостей аргументированно. Хочется услышать всех. Людей у нас много, поэтому будем стараться так вот очень быстро, да? Потом мы поднимемся наверх. У меня будет для вас особое задание. И об этом чуть-чуть. Темы представили самые разнообразные. 1 апреля у нас день смеха, да? То есть тоже можно приурочить к тому, что как весело провести этот день и разыграть своих друзей. Мне кажется, это каждый год проходит. Но более оригинальные идеи можно озвучить в эфире. Развитие дорожной инфраструктуры в городе. Думаю, это создание зоны 30, где автомобили, пешеходы и велосипеды будут равны. И можно было бы позвать начальника ГАИ поговорить о развитии парковок, общественного транспорта. Улучшение жилищных условий многодетных семей в нашем городе в 2018 году. У некоторых участников жюри выявили явную склонность к новостному формату. У утренней программы особая специфика. И поэтому не все предложенные темы для нее подходят. Вот этот материал 100% может идти на новости. Потому что рассматривать его с такой точки зрения, проблема существует, существует. Просто на нее нужно посмотреть под определенным углом. Ночь театра. Можно привлечь людей, поговорить с режиссером-постановщиком о пьесах, спектаклях, которые будут в этот вечер ночь происходить. Для меня очень-очень показательная сегодняшняя наша встреча. Почему? Потому что работа с темами, работа с гостями – это очень важно. И это очень большой кусок работы нашей в повседневной жизни. То, как вы изъясняетесь, то, как вы подготовились, то, в какое направление вы свои мысли, скажем так, отправляете – тоже очень важно. Поэтому я сделала очень много выводов. Спасибо большое. Я поняла, что мало того, что пригласить человека и знать, что он интересен, и знать, что у него спросить. Нужно всегда подстраиваться, нужно всегда уметь выйти из любой ситуации. Тут уже важна психология, в частности. Сегодняшний мастер-класс был таким очень спокойным, возможно, немножко даже затянутым, но очень важным для меня и для анализа той ситуации, которая у нас складывается. Потому что мы смогли проанализировать, в каком информационном поле живет участник нашего проекта. И очень четко по предложенным темам было понятно, какие вопросы волнуют человека. А если эти темы его волнуют, значит, он будет очень интересен и хорошо об этом говорить. Проект «Новые лица» в короткие сроки стал настолько популярен, что даже после его старта редакцию программы «Утренний эспрессо» заваливают письмами, желающие присоединиться. В то время, как наши участники были увлечены обсуждением предложенных тем, к нам пришел необычный гость. Меня зовут Джану, я из Шри-Ланки. У меня на родине я работал на телевидении и в качестве репортера, и с камерой работал, и делал много чего еще. Когда я выступал со своими друзьями на благотворительном концерте в одном из кафе, я встретил там съемочную группу. Я спросил у них, как мне попасть на телеканал, и они посоветовали мне прийти сюда. Вот так я и узнал о том, что в Бресте есть такой проект. Мне очень нравится телевизионная атмосфера, и я хотел бы себя попробовать здесь. Я готов выучить для этого русский язык в кратчайшие сроки. Но вернемся к нашим участникам. Когда высказались все, наставники предложили вновь подняться в студию. И это вызвало некоторое волнение. Но нет, сегодня никаких экзаменов, как и обещали, не последовало. Работать в студии очень сложно, потому что это 2,5 часа напряжения. В любом случае, эмоционального, морального и физически. Потому что тебе нужно 2,5 часа, находясь в состоянии сидеть, держать спину, да, ты общаешься с гостями. У тебя работает ухо, то есть тебе микрофон в ухе говорит постоянно, что ты режиссер корректируя. При этом ты не должен отвлекаться, не должен пугаться и так далее. У вас будет задание, мы с вами произвольно, возможно, даже вытянув жребьи, поделимся на пары и будем интервьюировать друг друга. На все про все участников будет 5 минут, за которые нужно не просто успеть задать несколько вопросов, а именно раскрыть своего гостя как личность. И, похоже, после объявления задания у нас назревает заговор. Мы понаходим друг друга и подобавляемся в друзья, либо создадим друг друга. Создадим, оденем. Да, да. Будем интегрироваться. Каждому себе написать что-то. Мы планируем за эту неделю перезнакомиться. Да, так как 90% успеха было сказано, это предварительная подготовка, нам нужно подготовиться. Да, и мы не можем подготовиться. Самый лучший экспромт запланированный. Поэтому мы запланируем наш экспромт. Удастся ли нашим участникам подготовиться к тому, что придумали для них наставники, мы скоро увидим. Но идея познакомиться поближе сама по себе очень даже неплохая.